В 1987 году в Театре оперы и балета имени Абая состоялась оглушительная премьера спектакля Ахмета Жубанова и Газизы Жубановой «Курмангазы». Как напишет потом Газиза Ахметовна в своих воспоминаниях, центральная ария «Курмангазы» вызвала бурные аплодисменты. «Зрительный зал встает и уже стою хлопает новой опере. Значит, опера состоялась». Большое впечатление произвела на критиков и зрителей вдумчивая и глубокая трактовка центрального образа Курмангазы, талантливым и молодым тогда солистом театра Гафизом Есимовым. Его красивейший лирический баритон звучал бесподобно, драматично и сильно в трагических моментах, нежно и поэтично в лирических образах. И на сегодняшний день Гафиз Кадырович остается первым и единственным исполнителем этой сложнейшей оперной партии. Здравствуйте! Это программа «Музыка Великой степи», и она посвящена одному из лучших баритонов в истории оперного театрального искусства Казахстана, народному артисту Казахской ССР Гафизу Кадыровичу Есимову. «Музыка Великой степи», «Музыка Великой степи», «Музыка Великой степи» «Музыка Великой степи» «Для Западного Казахстана, в том числе Театровского, в каждом доме было по две, по три домбры. Это значило, что вся семья на домбре играла». Гафиз Есимов – народный артист Казахской ССР, обладатель ордена Курмит, профессор Казахской национальной консерватории имени Курмонгазы. Я с малых лет, с шести лет играл на домбре, отец меня научил играть. Я уже где-то в восьмом классе забросил домбру, стал петь. В основном народные песни и песни казахстанских композиторов. Интересная у него, конечно, судьба. Он сам родом из Атрау, и как сам он рассказывал о том, что у него отец был музыкальным очень. Поскольку он мальчик, конечно, отцу, наверное, хотелось, чтобы он шел по каким-то другим профессиям. И он поступил в политехнический институт на геологоразведку. Но в второе время он свои музыкальные эти качества способств не оставлял. Он принимал участие в разных студенческих смотрах, музыкальных талантов и так далее. Сауле Утигалиева – музыковед, доктор искусствоведения, профессор Казахской национальной консерватории имени Курмонгазы. Заслуженный деятель Республики Казахстан. И вот на одном из таких смотров председателем жюри был тоже известный совершенно музыкант Вец Железбаев Бекен Бекенович Корифей нашего музыкального искусства. И он обратил внимание на молодого Гафизаа и пригласил его в консерваторию. Учился я таких теноров, как Нариман Хараджи, этот народный артист. Профессор Бекен Железбаев. Недавно отметили в Северополатинске его столетие. Провели хороший конкурс певцов, где занял гран-при мой бывший студент, который работает сейчас в данный момент, в опелном театре имени Абая. По фамилии Самат. Зовут его Максат. Я по распределению так попался, что пришлось случиться. Теноровый это даже мне оказалось потом в пользу, потому что я позиционно высоко стал петь почти по-теноровому. Некоторые тенорами называли смерть тенорам, потому что у меня высокие текстуры хорошо звучали. Я доставал крайные ноты теноровые. И они утверждают, поэтому назвали меня смерть тенорам, хотя я баритон. Музыка Голоса мужские делятся на три группы. Это очень низкие голоса – басы, средние голоса – баритон, а высокие голоса – тенора. Соответственно, у теноров в пределу высокие ноты не всем удается. Агафист Кадырич иногда нам показывал такие верхние ноты, что тенорам недоступно. И таким образом нас он всегда удивлял. Мурат Шалабаев – заслуженный артист Республики Казахстан, старший преподаватель Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Обладая такими возможностями, что он свободно мог брать такие высокие ноты, естественно, это ему позволяло петь самые такие трудные баритоновые партии в опере. Роберто Чековского, Йоланте, в опере «Шарль Гуно», партию «Валентина». Естественно, в северском церемонии России – это партию «Фигаро». Вы знаете, мы с студентами всегда говорили, «О, сегодня Гавист Кадырич будет петь ту или иную партию», и все приходили его слушать, его верхние ноты. Уже в молодые годы он был лауреатом разных конкурсов. Вот он был лауреатом конкурса Байсиитовой, российского конкурса имени Блинки, там он третье место взял. В Испании он тоже выступал. То есть он себя во время учебы и после учебы уже себя зарекомендовал как хороший исполнитель и певец. У него такой лирический баритон, и голос у него очень красивый, вот такой выразительный. Моя первая партия – это «Жавэтай» из Айзажбанова, Енгель Кебека. Это друг Кебека. Вот эту партию я выучил, пока опер писалось. Хаззахмедовна мне дала. Хотя я еще пел в хоре, не был солистом, не был стажером. Хаззахмедовна доверила мне, говорит, вот эту партию споешь, может в театр попасть. Ну, я спел, попал в стажерскую группу на третьем курсе. Я к концу учебы в 1975 году пел. До сих пор помню, 17 мая, на сцене нашего театра, вечером спектакль, дипломная работа «Ферли Травиата. Образ Джермона, отца». Я пел с ведущими солистами этого театра. Вы мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивое признание Любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила, Она в волнении привела Давно умолкнувшие чувства. Я счастливый человек. Пришел в театр, в то время в театр пели такие великие певцы, как Ермек Серкибаев, Мурат Мусабаев, Нариман Харажитов, Бибу Гультуригенова, Роза Жаманова, Паха Ташимова, Людмила Осванова. И в театре царила очень крепкая творческая обстановка. Все ведущие солисты, знаменитые не только по СССР, всему миру известные певцы, как Серкибаев, это был Глыба. Быть его заменой мечтал каждый баритон. Я пел все его партии, которые в театре пел он. Я 17 лет поступил в консерваторию на вокальное отделение. Но немножко не имел представления, что это такое классическая музыка, что такое опера. И мы первый раз пришли, шла опера Евгения Брусиловского «Дуда рай». И главную роль партии «Дуда рай» как раз исполнял Хафиз Кадыльевич Есимов. Он меня так поразил. Я не думал, что опера может быть такой красивый, такой динамичный, красочный. Вы знаете, я поменял свое отношение к классической музыке и с тех пор замечтал тоже стать оперным певцом. И так получилось, что я закончил в 1984 году консерваторию и попал в наш оперный театр как ведущий солист. И с тех пор мы с Хафиз Кадыльевичем очень много партий вместе исполнили нам. Также у нас были и зарубежные гастроли, и гастроли по Казахстану. И везде он проявлял чуткость, внимание как молодому специалисту и как мог помогал. И с тех пор я его так полюбил и до сих пор отношусь с уважением к нему. Моя карьера как оперного певца началась именно со спектакля, который поставил Гафиз Кадыльевич Симов. Это спектакль Евгения Брусиловского «Кожжибик». Нуржан Бажикенов ведущий солист и директор оперной труппы Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Когда я был совсем молодым певцом и попал в театр почти в том же возрасте, в котором Гафиз Кадыльевич в свое время Гафиз Кадыльевич, если я не ошибаюсь, в театр попал в 23 года. И он проработал здесь около полувека, можно сказать, спеш. Все партии лирического баритона своим прекрасным ярким баритоном. Я сам свидетель, даже участник постановки оперы «Кожжибик», где я сам исполнял один из главных ролей партии Тулегина. Ему помогала супруга Гафиз Кадыльевича. Мы ее всегда «Майя Женгей» вот так зовем. И с тех пор Майя Женгей, как меня увидит, все время говорит, «Ой, мой Тулегин, мой Тулегин». И это так тепло становится на душе. Вы знаете, я сколько раз с ее рук и чай пил, и в гостях у них были. Но вот она очень так как бы с любовью я ее тоже очень полюбил. Очень благодарен вообще этой семье. Первую постановку сделал наш великий тенор Пайхали Досинжанов, где я исполнял Махабета партию. И после его кончины опера выпала из репертуара нашего театра. Потом директор решил обновить и композитор решил кое-что тоже добавить или исправить. И мы поставили второй вариант на основе первой постановки. Там тогда уже пришел в театр мой студент кстати сегодня получил народного артиста Республика Казахстан Талат Кузенбаев. Он сперва пел партию Жангирхана, потом партию Махабета исполнил. А то до этого тоже я один тащил этот спектакль на себе. Махабет как сами знаете поэт бунтарь во главе восстания против Жангирхана против царизма выступал. Это как бы сказать моя родная кровь. Я потомок Махабета. Мы с одного рода и даже мой поселок называется поселок Махабета. Я обязан был исполнять. И когда композитор Базарбаджи Манязов сообщил, что он начал писать, я уже готовые материалы брал, изучал и пел, исполнял. Я знаю, что он был инициатором оперы Султан Бибар Сайтхали Жаима и его сына Армана Жаима. Они вначале планировали это сделать просто как Толгау, такое концертное исполнение, но прослушав это Толгау, Гафиса решил, что все-таки это можно развить в оперу, и что Толгау это вообще первое выступление самого этого Бибарса, и что вполне даже можно сделать и на этой основе, и на этом сюжете даже хорошую такую оперу. И в общем-то авторы, композиторы и тот и другой, они послушали его, и они сделали такую оперу, и была такая концертная постановка вот этой оперы, и сама эта опера в 2013 году прошла презентация этой оперы, и эта опера имела большой успех. певц в конце консерватории ко мне приносили свои произведения композиторы Казахстана, идущие молодые не отказывался помогал прозвучать этим произведением. Например, Гайзя Жубанова писала очень много для голоса. Некоторые обработки народной песни делала. Елькогалер Ахмадеев, Кенчевек Кумспеков, Жаламан Турцамбаев, Ходорбек Балнор. Многие композиторы приносили свои произведения и просили записать на радио. Особенно очень мне помог в развитии моего вокального успеха композитор Саддак Мухаммеджанов, который писал очень много песен, романсов, на словах Абая, целыми циклами. И эти романсы, песни мне очень помогли потом спеть на сцене Оперного театра партию Абая, потому что я в них музыки Абая с текстом, словами. ПЕСНЯ Гафис Кадырович всегда выделялся благородством пени, интеллектуальным подходом к исполнительскому мастерству. Поэтому продолжение его карьеры в качестве педагога и наставника стало естественным продолжением его основной профессии. Он сумел воспитать плеяду талантливых оперных певцов, известных не только в Казахстане, но и за рубежом. Это ведущие солисты и заслуженные деятели Казахстана. Талгат Кузимбаев, Андрей Трегубенко, Жанат Шибахваев, руководитель оперной труппы театра оперы и балета имени Абая, Нуржан Базикенов и многие-многие другие. Еще мне хочется сказать, что он в консерватории работает уже давно, и у него очень много учеников. Он, конечно, хороший наставник. Мне бы сказал, что он такой профессиональный и такой интеллектуальный человек. И свои навыки все-таки, мне кажется, что вокалистам надо не только же осваивать как-то репертуар и владеть своим голосом, мастерством и так далее, приобретать вот эти качества мастерства, но и важно интеллектуальными тоже быть. То есть они должны какой-то свой иметь диапазон знаний определенных в оперном искусстве. Все вообще должно быть в какой-то совокупности и взаимосвязи. И вот мне кажется, что он своих учеников тоже этому учит. Даже можно, наверное, говорить о том, что он создал свою школу. Звучит музыка. Он всегда говорил, вы должны петь так, чтобы мне не было стыдно, а я должен петь так, чтобы вам не было стыдно. И мы придерживаемся этого до сей день. Галифис Кадырыч, я ему очень благодарен за все то, что он для меня сделал, для каждого своего студента. Он вкладывал в душу нас. Происходили определенные моменты именно по вокалу. Не получалась та или иная нотка. Галиф Кадырыч с легкостью мог сидеть и показать тебе, как ее взять и рассказать, и помочь, направить. Он еще многих может воспитать, наших солистов. Но не только в нашем театре. Вообще, лирические баритоны, лирические тенора и драматические тенора – это проблемы во всех театрах, можно сказать. Ну, таких штучных людей Галиф Кадырыч воспитывает. Нурбакыт Бакабаев, заслуженный деятель Республики Казахстан, директор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Вот по сегодняшний день студенты, когда они приходят, он сам приходит и своих студентов проводит театр. Когда элементарно со студентами занимается, мы сидим, слушаем, как он объясняет, раз сказал, два сказал, не понимает. Он шуточно что-то говорит, и люди сразу понимают, а вот так она, значит. Вот такой у нас Абиз Кадырыч. Абиз Кадырыч Вообще Гафи Сага, он такой разносторонне одаренный, наверное, человек, потому что, владея таким большим репертуаром вокальным, он стал сам тоже сочинять какие-то песни. Вот он находил какие-то стихи интересные, которые его захватывали. И как-то, как он сам говорил и писал, рождалась какая-то музыка к этим словам. Вот у него есть несколько песен, вот, может быть, одних популярных, которые посвящены его родине от Рау, вот, и там даже писали о том, что это вот гимн, как гимн городу исполняется вот во время празднеств. Ой, какой я композитор? Я не композитор, я просто, видимо, опыт набрался, наслушался, и душа запела, и я написал их. В основном я писал на слова казахских поэтов Аухалия Махатаева. Там у меня несколько песен, которые, одна песня стала лауреатом. На Новый век нам конкурс объявил городской ахимат алматынский, и там Тюнг Алматы моя песня получил. Первую премию я там участвовал. Ну, так, для себя я. Душа просит, и написал, оставил. Сейчас джин-то исполняю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Он ведет еще, знаете, такую большую общественную тоже деятельность, но он не только воспитывает молодежь, но он как-то пропагандирует их творчество, их возможности за пределами консерватории, на другом, так сказать, уровне. Вот разные у них проекты есть, концерт баритонов, например. Лафис Кадрич, как раз юбилейный год был, он проводил свой, как бенефис, парад баритонов, и приехали его студенты. До чего, понимаете, сейчас, если так сказать, не такое простое время, издалека, чтобы принимать участие на юбилее своего учителя, это тоже дорогого стоит. Но, однако, со всех краев Казахстана и из других республик приехали его студенты, и здесь прошел очень хороший концерт парад баритонов. Это было очень интересно. Старшее наше поколение музыкантов, певцов, их творческий импульс, их творческая инициатива имеет большое значение для всех нас, для развития нашей казахской музыкальной культуры, для нашей молодежи, потому что они тоже смотрят на старшее поколение, что они пропагандируют, что для них является важным. И это самое главное, в общем-то, для нас всех, понимаете? Потому что если бы старшее поколение, такое, как Гафиса, не было, Но мы на что бы ориентировались? Сто красавиц светлоокий председали на турнире, Все цветочки полевые, а моя дна, как роза. Все цветочки полевые, а моя дна, как роза. Гафис Кадырович посвятил всю свою жизнь служению большому искусству. Будучи превосходным исполнителем народных песен и романсов казахстанских и зарубежных композиторов, он и сам сочиняет прекрасные произведения в камерно-вокальном жанре, некоторые из которых вы могли услышать сегодня. Это была программа «Музыка Великой Степи». Увидимся на следующей неделе. Продолжение следует...